Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я работаю в прямом эфире. И Мэнс Буэйс у нас в студии. Мы обсуждаем самое актуальное политическое событие. Но все-таки у вас большой политический опыт. Скажите честно, все-таки вот такая активность, с которой Юрий Спуца взялся, не знаю, за Рижскую Думу, позднее поговорим и по поводу революции, как ее называют в регионах, региональная реформа, это вообще с чем связано? Потому что выборы вроде закончились. Казалось бы, перед выборами такие активности понятны. А за что ты меня обижаешь? Скажите честно. То есть все прежние 70 лет я врал. Теперь вот ты захотел от меня что-то получить честно. Приятно, конечно, что ты еще веришь в добром начинании. Что касается решения отстранения Ушакова. Суть-то вопроса в том, что мы никто не знаем, что внутри решения. То есть мы догадываемся политическую подоплюк и прочее, прочее. Но, скажем, вот фактология, мы никто не знаем фактологии. Но... Ну, кроме того, что нам озвучили. Ну, то, что нам озвучили. Но суть-то вопроса в чем? Если министр подозревает на основании работы своих юристов, а юристы у нас очень сильные в министерствах и самоуправлениях работают, поскольку все мы знаем, как составляется штат по дружбе, по школьным знакомствам и прочее. Поэтому очень сильные. Там очень сильные юристы. И когда он на основании этого распускать собирался Думу, но удалось отпустить только председателя Думы, ну, скажем так, я подозреваю, что если не Ушаков пойдет до конца, то на какой-то ступени суда он будет возвернут обратно на трон. Другое дело, надо ли это будет делать, поскольку он собрался сейчас в Европу идти, да, на почетную пенсию, что ли так это. В этом отношении, конечно, а, заблизко сел. В этом отношении, конечно, может быть избегнем эти суды, потому что само по себе вот ситуация, когда кто-то, любой, ну, пусть гений, пусть, Господь Бог, волевым решением имеет право отменить решение людей, голосующих, это не совсем правильно. В демократическом обществе, да, по крайней мере, да. Ну, по демократии, я бы сказал бы, просто хватило бы с прагматически умным обществом. Да. До демократии нам еще расти-растили от ста до старости. Демократии тут не пахнет. Но суть-то вопроса в чем, что, во-первых, я не уверен в правовой основе самого этого решения как права министра. Это уже можно, потому что попрогнозируем дальше. Вопрос даже не вне ушакой, в конце концов. Это второй случай. Лэнбергса таким же образом взяли и до сих пор мучается. Власть мучается от государства, власть мучается от города, власть мучается от суда. Лэнбергс издевается. Правильно издевается, как он там говорил. Я прочитал несколько раз Конституции, там нигде нет запятой, за которой стоят за исключением господина Лэнбергса. В данном случае опять получается то же самое. Все имеют одинаковые права, запятая, которые нету, за исключением Нила Ушакова. И теперь представляете, что одновременно идет такая красивая, нужная, не совсем понятная вещь, как реформа самоуправления. Вот я хотел как раз об этом поговорить. Так вот теперь что получается? Для того, чтобы упростить процесс, упростить процесс, прагматический министр, который имеет это право, может просто распустит. Потому что так надо. Это ничего, что кто-то какой-то дурак голосовал. Тогда вопрос, а почему мы удивляемся, что на голосование людей, избирателей все меньше и меньше приходят? Потому что они видят, что они не нужны. Потому что ну ладно, мы тут несколько десятков тысяч за что-то проголосуем, но придет умный человек, скажет, ребята, а вы идите. Ваши голоса не соответствуют нашим желаниям. Я лучше знаю, что вам надо. Это, кстати, подтверждение вашей мысли. Получается такая ситуация, что может быть и Ушаков снят, в том числе для устрашения руководителей других самоуправлений накануне реформы. Смотрите, как я даже с мэром столицы, у которого там сто с чем-то тысяч, кстати, плюсиков было, как я с ним расправился раз, ночью, и нету его. А что я с вами сделаю? Ну, скажем, такой вопрос устрашения, это, я бы сказал, больше смешным делает самого все-таки министра. Все-таки, да? Ну, все-таки. Ну, представьте, сто тысяч выедут на улицу. Все вот на все. Абик, понимаешь, ну, это моя мысль, но не только моя. Человек не занимается политикой пока в стране, пока в хозяйстве все в порядке. Ну, скажем так, зачем мне надо политику лезть? Ну, извини, это нервотрепка страшная и так далее. У меня есть чем заняться. Я кормлю детей, я их воспитываю, учу, и Бога ради, не путайте меня в свои игры. Но в тот момент, когда мне государство мешает кормить семью, учить детей, настраивать свою жизнь, она меня заставляет выйти на улицу. Выйти на улицу, по-моему, ну, 13 января, а не помню, какого там года, было очень веселое. Я посмотрел и, честно говоря, в какой-то момент думал, что не удастся спровоцировать никакие действия, потому что народ шел говорить. Народ еще не хотел ничего делать. Это в 2009 году как раз. Да, да, да. А теперь представь, что выйдут эти люди, так что, может, НАТО у нас для того и стоит во дворе, а свои войска отправим служить в Судан, в Пакистан, и еще ближайшие наши соседние страны, пускай они там поработают. Так это у нас уже было. С этим надо считаться, что это не помогает, это отсрачивает только вот все вот эти процессы. Представим на минуточку, что, вот, кстати, чего представлять? Посмотри на наши учителя. Им очень серьезные люди с карандашом и бумагой доказали, денег нет. Нет. Денег нет. И вдруг за ночь они как-то появились. Да. А даже, я помню, новый министр образования, ну, так, который из резинансской технологической ходит. Ну, я ее лично плохо знаю. Она сказала прямо учителям, что-то вы невоспитанные. Я говорю, вы там шумите, ну, нет, воспитание у вас. Но она прочла лекцию, что они плохо себя ведут. Ну, и раз плохо себя ведут, какие могут быть прибавки к жалованию? Подумайте. Ну, да. То есть, я буду вознаграждать или не вознаграждать ваши действия. Да. Она как такой учитель в школе для не очень послушного класса. Ну, если она так думает, то я ей просто сочувствую. Добром это не кончится. С точки зрения ее политической карьеры, видимо, да. Суть вопроса в чем? Я, наверное, первый раз за вот последние годы от души радуюсь за министра здоровья. Госпожа Винькина. Да. Она вдруг признала, что приоритет министерства здоровья это психиатрия. Да. я с ней согласен. Потому что, если у нас появились такие государственные мужи, которые говорят, ну, по примеру, по пенсионерам, пенсионеры работали на другую страну, им ничего не полагается. Это же психиатрия. Это психиатрия, потому что психически здоровый человек это не может сказать. Но суть-то вопроса в том, что те же пенсионеры частично с этим соглашаются. Они не требуют, они просят, ну, дайте нам, чтобы хуже жить не стало. Хоть что-нибудь дайте. Дайте хоть что-нибудь. Я слушаю иногда, когда вот латвийское радио, на радио действительно слышу, где бабуля звонит, объясняет, что, ребята, ну, государству трудно, ну, ладно, я-то перетопчусь, у меня денег мало, на хлеб не всегда хватает, но я перетопчусь. И вот слушаешь, такую бабулю, это стокгольмским седром, самый яркий пример у всего нашего общества. Мы терпим, терпим, и ребята, вместо того, чтобы сказать, мы слуги народные, мы слуги государственные, мы, оказывается, теперь хозяева. То есть, у нас государство, это не народ, у нас государство, чиновник, который имеет право дать или не дать. А тогда, извини, зачем в 88-м году было менять, у нас до этого уже такая система была. Кстати говоря, да. Поэтому это намного сложнее, чем на деле есть. И коль скоро мы не готовы требовать, ну, как там было, пока дитё не плачет, мать не разумеет. И поэтому это не так просто. И вот сейчас, когда мы говорим о вопросе реформы, многие по швалдебскому как-то... Самоуправление. Самоуправление не справляется со своими обязанностями, потому что в законе обязанности установлены, но совершенно нет обеспечения. Это их вина, это их беда. У нас, сколько я вот живу, всё время идёт реформа, обозначенная, необозначенная. И если, скажем, Улманис образовывал самоуправление, он в каждом пагосте создавал школу, создавал центр культуры, создавал там на месте людей, которые, ну, что-то могли решать. То есть, зачем государству на себя брать эту обозу? То есть, он создавал эти центры, эти кристаллики, ну, вот как сахар, когда в растворе появляется, соль, сахар, создаётся кристаллики, где это образуется. Сейчас мы размываем эти кристаллики, чтобы народ собирался в крупные центры. Самый крупный центр у нас Рига, ну, и следующий крупный центр, где у нас там Ирландия, Гамбург, Вашингтон, Лондон. Ну, я бы сказал, это весьма печально. А вот всё-таки возвращаясь вот к административной территориальной реформе, вроде бы, ну, смотришь на эти цифры печальные, я имею в виду, демографические, вроде понимаешь, что как бы мы к господину Пуца не относились, наверное, всё-таки что-то там 119 самоуправлений, но это чуть-чуть за много. Вот, а что делать в этой ситуации? Я помню, первое, что надо, довольно скрупулёзно выполнять закон. По одной простой причине, вот ты где-то тут назову такое слово, для меня до сих пор непонятно, называется демократия. Так вот, демократия подразумевает, граждане выбрали такой путь. И я согласен, что избиратель не всегда мудрый, но, кстати, нигде не сказано, что он обязан быть умным. Поскольку у нас нет критерий, а что умный, а что дурак. Это правда, да. И поэтому, вот я помню, когда мы, это был где-то 89-й год, мы начали решать вопрос по реформе самоуправления города Риги. тогда у нас тут было больше 700 депутатов в Риге, и мы открещивались, как это сделать. Так, шли по какому пути? Мы выполняем закон, и во время действия этого закона меняем его так, как облегчить управление для самых рижан. Ну, грубо говоря, сократили 700 с лишним депутатов до 60, а можно было еще больше сократить, вопрос не в этом. создали систему, которая работает со следующими выборами. А когда вот таким образом я отстранил Эмберга, я отстранил Нила Ушакова, мне там еще кто-то не понравился, я отстранил того, но мне самоуправление не понравилось, я его отстранил, это, вот, как и ты говорил, до демократии тут даже и не пахнет. А это довольно страшно. Иван, сбылось на студии, я вижу, что есть звонки, привелось ненадолго новости, рекламу, не переключайтесь. Еще раз добрый день, я сбылось на студии, вот мы как раз сейчас и в перерыве говорили об еще одном интересном событии, это вот принятие, хоть и с опозданием бюджета на этот год, и господин Кайль все время подчеркивает, это технический бюджет, ну и говорит о том, ну а раз технический, какие там обещания, что там говорили, какие там 500 евро заработная плата, у нас 30 лет, независимое государство, скажите мне, который бюджет был не техническим? Все время будет техническим. Все бюджеты само по себе, это техническая документация на управление финансовыми потоками. Финансовые потоки определяются в трех местах для трех слоев. политики себе, чиновники себе и народу все, что осталось. Да. И тогда какая разница, если это технический бюджет, такой, который ну никак невозможно изменить, то возникает вопрос, а почему его не приняли до Нового года? Как бы она ни была, ну раз технически, я не могу изменить, я принимаю такой, какой мне дали, какая была причина, почему его не приняли до Нового года? Потому что есть такая вещь, которую все почему-то не хотят сейчас вспомнить, но помнят, когда уже начинает карман сжать. Называется ликумогрозеюми. Да. Изменили. Закон о бюджете это тоже всего-навсего закон. И если уж технически его приняли, не глядя, то его потом можно менять. Я посмотрел там некоторые эти дела, которые поменяли, ну поменяли они. Я бы не сказал бы, что мало поменяли. Но в этом отношении это не было необходимости тогда делать сразу. Какие обещания? Ну, обещания тогда надо довольно честно сказать. Ребята, я пойду там работать, когда научусь. Кстати, Репши также сказал, школа Максанауд. Да. Мы платим за школу. Вот я пошел работать, ребята, вот когда я научусь, вы будете жить хорошо. А пока заплатите. А пока платите. Ну, а у нас тут одно то же самое. Ребята пришли, мы вам дадим. Ну, что они дали? Надо помнить одну маленькую, так сказать, существенную деталь. Когда голосуют за какое-то предложение, это не означает, что завтра будет этот закон. Это даже не означает, что этот закон будет вообще. Это означает только одно. Приняли предложение, о нем дискутируют на комиссиях. Его разбирают, подгоняют к бюджету или обнаруживают, что, извините, это предложение не лезет ни в какие ворота. Так вот, оппозиция точно четко сработала и предложила в первом чтении рассмотреть, проанализировать, принять или опровергнуть обещания тех партий, которые у власти. Что мы получили вместо дискуссии четкое? Нет, ребята, не дадим. Потому как нету. Нет. И вот я тут уже упинул, если нету, вот понимаете, мне было немножко смешно и грустно слушать министра благосостояния. Вот она пришла к пенсионерам и объясняет, почему вот никак невозможно. А у них, кстати, вот когда говорят у них там коэффициенты, очень умные речи. Но суть это вопрос очень простая. Нищета у нас растет. Растет. Скажем, за последние 5-7 лет у нас в 5 раз больше пенсии, которые меньше 100 евро. 5 раз больше. Да, и при этом подтверждение, что сейчас новые пенсионеры, которые сейчас уходят на пенсию, они становятся более нижчими. У нас нищета запрограммирована в эту замечательную пенсионную систему. И вот мы теперь, когда слушаем, что вот ну как так можно, нищета растет, а мы тут дали депутатам, добавили зарплату чиновникам, оказывается, они сопротивляются, но это закон. Это требует закон, вот закон надо исполнять. Очень законопослушный. Очень. Я не пойму, а почему тогда эти законопослушные депутаты никак не могут уладить вопрос по поводу выполнения предвыборных обещаний? Почему учителям надо было создавать попытку забастовки? Грубо говоря, я удивился даже другому. Я знаю, что профсоюзы работают достаточно дружно, между собой. Ну, может, это надо уже денераус трейкс? Худо, бедно, но это уже вопрос о неумении управлять государством. Это довольно страшное дело все-таки. И вот тогда и получается, что такое закон? Ну, есть такая пословица русского народа «закон, как дышу». Да. Так сколько мы можем ворочать? Вот сейчас 60 с лишним миллионов, сколько там сейчас, вот тут такая бумажка, я даже выпечатал со скуки, 60,3 миллиона мы направляем Айсердзи в Сминестрие. Мы что, увеличиваем армию, увеличиваем что-нибудь такое, что государству жизненно необходимо? Нет. Насколько я знаю, нет. Если у нас НАТО жалуется, что у нас довольно плохие дороги, не годится для перевозки танков. Не годится. Это инфраструктура. Может, мы эти деньги в инфраструктуру вкладываем? Опять же, нет. То есть, мы эти деньги распиляем. А это все-таки 60 миллионов, где вполне можно было учителям найти те несчастные 9 миллионов, где вполне можно было те же 9 миллионов добавить на необходимости Веселебес-Министрия, где без труда таких же 9-10 миллионов можно было для Министерства благосостояния добавить. Ведь маленький нюанс. Маленький такой нюанс. Сегодня у нас в основном более-менее с хорошими пенсиями уходят чиновники. на пенсию. Но это сегодня. Они сами ввели такую систему, что инфляция идет впереди индексации. То есть, в тот момент, когда они выйдут на пенсию, этой пенсии может и не хватить. Она может не такая радостная, как им сейчас хочется. Это на общем фоне, когда порядка 70% пенсионеров за чертой бедности, на общем фоне, конечно, пенсия в полторы тысячи, но почти как заработная плата на низших ступенях работы кажется нормальной. А когда повысится эта минимальная заработная плата, что тогда мы будем делать? Поэтому ребята, по-моему, не совсем соображают. Я смотрю, бюджет не нашел, вот искал даже специально. в прошлые годы в бюджете была такая странная ситуация. За счет чего у нас пополняется бюджет? За счет труда, то есть работодатель и работобратель платят налоги за то, что работает. Это где-то порядка 20% бюджета. За счет потребления, что такое потребление? Это та же веселая покупка лекарств, продуктов и прочее. 18% а вот за счет капитала у нас Абиха, а вот сколько процентов? Не знаю. 10, 20, 30, 2% неполных, 1,8%. Весело, да? То есть скажите мне теперь, как предпринимателю, а почему бы мне отсюда капитал не вывозить? Его можно на расчете вывозить, его тут не надо вкладывать. Не надо. Потому что если будешь вкладывать, вот его и вывозят. Вот его и вывозят. Это же и происходит. Потому что если надо вкладывать, надо инвестировать, то в конце концов я с этого плачу 20%. А вот если я вывоз 2%, ну разница такая немножко есть? Конечно. Есть. И тогда мы удивляемся, у нас не хватает денег. А откуда им быть? В тумбочке никто не положил. Да, но вот есть и хорошие новости. Пока мы тут беседовали, пришло сообщение, что вот господин Рейерс, наш министр финансов как раз побывал в Соединенных Штатах и там встретился вот с представителем Госкассы США и представители США сказали, что они очень довольны борьбой вот в Латвии вот с банками, с финансовым сектором, где 10 миллиардов уплыло, они очень, скажем, замечательно. Продолжайте в том же духе. Ну, правильно. Мы убрали им конкурента. Да. Не такого уж и большого, кстати говоря. Ну, убрали. Ну, убрали. Ну, как не похвалить? Ну, правильно. Только у меня вопрос. Как ты назвал какой министр, министр финансов в США? В Латвии, да? Так я так сначала даже обрадовался за американцев, что это министр США. Так на кого мы работаем? Вопрос. Вот на кого мы работаем? Да, по паспорту они все латыши, по паспорту они все граждане Латвии. По паспорту они работают на Латвию. Но, по сути дела, если премьер у нас американец, то я понимаю, когда нас хвалит министр США. И не один министр нас хвалит. Извините, а НАТО, вот эти 60 миллионов, это куда? Это идет кормить НАТО. Это идет кормить оборонную промышленность США. Что это все железное дерьмо мы сами не можем производить? Не можем. Не можем. Не имеем права. Деньги производить в банке мы не можем? Можем, но не имеем права. А что мы имеем права? Говорить в мире дружба пхай-пхай? Ну так, это уже было. Было. Я не знаю, почему. Вот молодежь этого может немножко не знать, хотя папа с мамой могут еще рассказать. Это все было при Советском Союзе. Вся разница была такая, что оттуда наоборот здесь искали рабочие руки, рабочие места, потому что так уж исторически сложилось, что на границе между Европой и Россией здесь были технически самые подготовленные кадры, технически самые подготовленные предприятия, инфраструктура. А теперь у нас все идет с точностью до наоборот. Это никому не надо. Литовцы барахтаются, стараются, эстонцы барахтаются, стараются, а мы стараемся получить хорошую мину, хорошую похвалу, что-то такое хорошее для кого-то лично. Но тогда не надо удивляться, что у нас результаты такие. Да. Такой вопрос, который я не могла вам не задать, он связанный с международной политикой, но в том числе наверное и с нами. Это вот такая история, связанная с Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Есть у нас такая организация замечательная, как мы знаем, это было в прошлом году в начале эта организация большинством голосов лишила права голоса российскую делегацию. После этого российская делегация уже сама дальше отказалась участвовать от дальнейшего процесса, и естественно Россия заморозила то финансирование от десятки миллионов евро, которое ежегодно отчислялись на содержание Совета Европы. Ну естественно в связи с этим, поскольку Россия один из основных спонсоров этой организации, возникло дефицит финансов, что даже чуть ли не надо сокращать количество чиновников, там быть в Совете Европы. Ну честно говоря, я никак никогда не могу понять, зачем там вообще, ну скажем, такая организация как ПАСЭ, это то же самое, как вот Балтийская ассамблея, если это идет на уровне общественных активностей людей, контактов, ну я понимаю, оплатить там дорогу, что-нибудь такое, ну государство могло бы, ну дружба народов и стран, она вещь нужная, но реальные пользы от этих организаций, ну захотели они отодрать хвост у России на ПАСЭ, получили, они ушли, и теперь они идут, просят, что они просят, ты плати, а мы тебя будем ругать, ну я бы хотел бы встретить такую возможность, ну скажем, я буду тёжу ругать, а она мне за это будет со своей пенсии откладывать денежку, слушай, супер, мне тогда надо очень много тёж. То есть в принципе Москва вряд ли на это пойдёт, да? То есть ещё заплати, и вас за это будет угадать. Суть вопроса в том, Москва потребовала одну нормальную вещь, ребята, раз мы оплачиваем, мы имеем право сказать своё слово, платить и молчать, это могут, ну вот латыши это могут делать, пожалуйста, раз им денег много и говорить нечего, это можно сделать. Но, понимаешь, ну перешли на другую структуру тогда. Вот я сегодня где-то слушал предложение, надо федерацию строить из Евросоюза. Мы были в федерации. Чем отличается вот союз от федерации? Из союза ты ещё хотя бы теоретически можешь выйти. Прописано было. А из федерации... Никак. Это всё, это уже государство, тут уже не выйдешь. У нас тут, как видишь, вот Англия теперь по-джентль-генецки так это незаметно уходит, вот уже третий год скоро, ну будем отмечать там пятилетку, десятилетку. А она все не уходит. Кстати, юбилейные, надо уже теперь задать вопрос по поводу юбилейных праздников в связи с уходом Англии из Евросоюза. Никак не уйти. Так, теперь будем делать федерацию. Это ведь немножко, ну, более укрупнённая картина наших вопросов с самоуправлениями. Это точно, да. Любая власть стремится власть централизировать. Так легче управлять, контролировать. Да, административно так легче управлять. И всегда находится почему лучше так, а не эдак. Но мне, на общем, почему-то не хочется, чтобы меня из Ахена или из Парижа управляли или из Лондона. Мне не очень нравится, что из Брюсселя управляют. Плохо управляют, кстати. Мне это не нравится. А может, где-то в Айнажах не очень нравится, что из Рыги управляют. Тоже, кстати, не шибко сильно хорошо. Тут-то как раз и есть, что эти все самоуправления. А мы тогда, как Латвия станет как самоуправлением. Да, ничего больше это не будет. То есть, что нам дадут, то мы будем использовать. А дадут, ну, с учетом того, что легче дать один Мерседес на страну, чем себя воспечать всех остальных, будут давать в час по чайной ложке. Но до этого же надо додуматься. И вот теперь это ПАСЭ то же самое хотел сделать с Россией. Грубо говоря, вы нам платите, а мы вас за это будем ругать и воспитывать. Я не уверен, конечно, что у тех же представителей евросоюзных государств действительно очень много так хорошего. Ну, что-таки у немцев сейчас большие проблемы с этими. Они, кстати, приняли гостей. Да. Не Латвия, не Литва, Эстония. Они приняли гостей. Оказывается, приняли гостей для Латвии, приняли гостей для Албании, приняли гостей для других государств Евросоюза. Хотя мы, в принципе, их об этом не просили. Да, вроде как, я не слышал, но хотя от Ринковича я когда что слышу, я вечно слышу от имени народа, я все думаю, когда же это я такое желание высказал. А, кстати, господин Ленкевич сказал, что это возмутительно, если Россия вернут право голоса в ПАСЭ, это значит, Совет Европы потеряет вообще всякий почет и уважение. Ты понимаешь, что означает вернуть голос? Голос это та вещь, если есть что сказать, ну, вот я скажем в общественных организациях, как правило, или я где-то там в лидерах, или меня там нет вообще, потому что если у меня есть что сказать, я скажу, попробуйте, опровергните. Как можно вернуть России голос? Да и не надо этого, у нее он есть, она его скажет по-другому. И все услышат. И услышат, кстати, станут по стойке смирно, ну, сейчас, вот скажем, красивый вариант Северный поток-2. Ну, столько голосов, я уже знаю, что экономически никому не выгодно, что это политически опасно. Я, например, считаю, что это даже тогда опасно, если Россия возвращается в ПАСЭ, и теперь все молчат о говорить только Россия, но это только вопрос времени, чтобы Россия стала диктовать тогда. Ну, потому что я плачу, как там американцы сказали, кто платит деньги, тот танцует девочку. Да. Ну, а теперь представь, Россия вернется в ПАСЭ, будет платить. Будет. И будет танцевать девочку. Да. Ну, девочка станет шлюхой всего-то на всего. Или уже есть, я там немножко не в курсе, давно там не был в гостях. Так что эта ситуация совсем по-другому накладывается. Надо это России? Не знаю. Был бы на месте Путина, думал бы за него. Пускай теперь он думает. Я, слава Богу, отдыхаю. Да. Возвращаясь все-таки к Латвии, такой, может быть, последний вопрос. Как долго вот это правительство господина Калинича может продержаться? Многие говорят о том, что это может продлиться и до конца этого сейма, несмотря на имеющиеся разногласия, несмотря на расковки ПВ, ЛВ и так далее. Ну, я, конечно, читал эти славные слова, что компания преступников и как он там еще обозвал, очень сплоченно и при любом раскладе общий язык найдет. Это господин Гобзес говорил, да, по-моему? Нет, это кто-то из политологов говорил. Тут я согласен, у мафии, когда образовывается тоже несколько сильных бандитов, находят общий язык и довольно дружно работает и ссор из избы не выносит. Но тут маленький нюанс. Обещания обещаниями, но есть еще и личные интересы. А личные интересы, как минимум, это через 4 года вернуться на это место. Некоторых личные интересы это проскочить в Евросоюз. И тут начинается вопрос, а как это мои обещания вы не хотите исполнять? Начнут крутить, вертеть, потому что избирателю объяснить, ну вот две партии теперь, явные консервативы и Гобзинс, они уже доказали, что свои обещания не собираются выполнять. Я думаю, что выборы в Евросоюз покажут теперь истинную любовь избирателя к партиям, которые четко сказали, мы вам обещали только, чтобы сюда пробраться. То есть избиратель, видимо, оценит это все? Ну, я считаю, избиратель, пусть он даже не очень образован, но не такой уж он дурак. Если кидает от коведа. Когда человек идет в магазин, он не такой умный, чтобы понять, как образовывается цена. Но когда он знает, что вечером цена одна, а утром она в 3-4 раза больше, или, скажем, в Германии за те же деньги ты покупаешь в 3-4 раза больше, то он чувствует, что его где-то обманывают. Суть-то вопроса в том, что Евросоюз на том гребне волны, когда расшатывается, особенно ждать от него чего-то хорошего, но это стало невозможно. Нужен он, не нужен, это другой вопрос. И я бы, скажем так, больше предпочел бы, что больше евроскептиков было бы сейчас в Евросоюзе. Даже у администратора сильного легче работать, когда у него есть критика, который, ну, оппозиция. Да, Иван Сбургус у нас был в студии, не успели много тем обсудить, еще будем вас приглашать, большое спасибо. Надеюсь, здоровья, да вы держу.